В полной боевой готовности. По состоянию на 24 марта зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в регионе нет. Однако в областной инфекционной клинической больнице врачи готовы принять заболевших COVID-19, если таких обнаружат. В каких условиях будут содержать пациентов, узнала Элла Машир. Это бокс на взрослого, это ребенка. Просторная, светлая и оборудованная всем необходимым комнатам. Взрослая детская кровать, стол и стеклянный шкаф с двумя отделениями. Один для еды и лекарств, другой для анализов. Отдельный вход, выход и вентиляция. Все устроено для комфортного, а главное безопасного пребывания мамы и ребенка. В инфекционной больнице 150 детских мест, 80 материнских и 110 взрослых. Весь медицинский персонал, когда заходит в эти боксы, одевает эти костюмы. На вид легкий и сомнительный, на деле прочный и безопасный. Так выглядит защитная броня белгородских айболитов. Цельный комбинезон, бахилы, защитные перчатки, медицинская шапочка и маска. Прием пациентов, в том числе и прибывших за рубежа, проводится в режиме повышенной готовности. Мы не знаем, когда принимаем больного, 100% имеет он коронавирус или нет. Это только будет известно после трехкратных отрицательных тестов. Это на первый день тест происходит, делается забор материала из носоглотки, ротоглотки и кровь. Второй день и 10-12 день. И только после 14 дней, то есть период инкубационный, мы такого больного выписываем. Для особо тяжких случаев на готове реанимационное отделение с новым оборудованием. Например, универсальный дыхательный аппарат Сислайн МВ-200. Вентиляция может производиться как детей, так и взрослых. Детей от 5 килограмм. Позволяет во всех доступных режимах вентилировать больного. В том числе и на жестких режимах при РДС-синдроме, который мы ожидаем при поступлении коронавирусной инфекции. В больнице три таких аппарата. В ближайшее время прибудут еще четыре. Плюс оборудование – его мобильность. В любую минуту можно доставить оборудование к пациенту. А удобные палаты и несколько входов позволяют сделать это своевременно и оперативно. Врачи уверяют, причин для паники нет. Не надо бояться этого заболевания. Он не страшнее, чем свиной или обычный сезонный гриб. 83-85% протекает в легкой, либо даже в стертой форме, когда человек вообще не считает никаких признаков заболевания. В 5% он протекает в тяжелой форме и в 13% в средней тяжелой форме. Все больницы Белгорода имеют достаточный запас средств защиты противовирусных, дезинфицирующих и антибактериальных препаратов. Элла Машир, Дмитрий Арема. К этому часу. Белгород.